Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболота Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну и давайте сразу же вам вот такое вот задание. Как только на этом ролике мы набираем 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий ролик. Ну что же, сегодня у нас конец первого сезона карьеры за Лестер Сити. Осталось 4 матча, но на самом деле важны. Нам ни в коем случае не хотелось бы потерять седьмую строчку. Выше мы уже не поднимемся, а вот вниз опуститься, кстати, можем, если проиграем все оставшиеся две игры, а Эвертон наберет в этих двух матчах две победы. Ну и также два финала. Финал Кубка Англии и финал Лиги Европы. В одном Кубке Манчестер Юнайтед соперник, в другом ПСЖ. То есть очень равные для нас команды, но мы попробуем. В любом случае, мы сейчас играем в рамках английской премьер-лиги против Лица. Они идут на 16-й строчке, то есть прям выживают. Вроде они даже уже и выжили официально. Сейчас так посмотреть. Ну у них 33 очка. Там 31. Нет, кстати, могут, могут еще в чемпионшип они вылететь. И через неделю у нас будет игра с Манчестером. Поэтому, мне кажется, можно выпустить самый боевой состав. Там уже по готовности. Ну вот, Вард, естественно, выйдет. Здесь можно рискнуть его выпустить. Поменяем Диди. Выйдет здесь Минди. Ну и хотелось бы мне вот Айоза Переса и Барнса придется выпускать. Как-то так. Ну и нападающий у меня тоже вот. Небольшая, но проблема. Ну будет Лаутара Мартинос в центре. Ну и Прайд. Все, у меня других вариантов нет. В два центральных полузащитника мы сегодня сыграем. Вот так вот. Так, ну и капитанскую повязку. Не знаю, давайте Санчесу уж отдам. Более-менее он у нас прям такой лидер на поле в последних матчах. Поэтому состав на ваших экранах. Лестер-Сити против Лиц Юнайтеда. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер-Сити против Лиц. Если не ошибаюсь, это 37-й тур английской победы. В премьер-лиге. Поехали. И все-таки мы пропускаем. 43-й минута. Это вроде даже первый момент у Лица. И у них получается открыт счет. Замечательно, Харрисон. И все, заканчивается у нас первый матч в сегодняшнем выпуске. Поражение домашнее. Но Лица почему-то празднует. Это значит, что они, скорее всего, благодаря этой победе, вряд ли вылетят теперь из английской премьер-лиги. Но для нас это тоже... Смотрите, один удар, один сор. У них был за весь матч. И все. Реализовали один свой момент. Мне не сильно это поражение как-то нанесло ущерб. Потому что я понимаю, что мне сейчас ни в коем случае нельзя проиграть. Я либо останусь на седьмой строчке, либо опущусь на восьмую максимум. Поэтому сейчас нам нужно просто финальную тридцать восьмую игру в английской премьер-лиге не проиграть. А если я все там правильно понимаю, у нас с Эвертом вроде в нашу пользу очные встречи. Поэтому мы в любом случае будем наверху. Тем более у нас игра против Кристал Пелоса будет дома последняя. Поэтому надо будет от этого отталкиваться. Санчес может перейти в Ливерпуль. Но это говорят, что слухи. И сейчас у нас финал Кубка Англии. Лестер Сити против Манчестера Юнайтеда. Смотрим. Шмехеля. Опасно. Опасно его выпускать, но у меня других вариантов, скорее всего, просто нет. Поэтому давайте Варде, во-первых, будет с капитанской повязкой. Ну а я рискнул, выпущу Шмехеля. Ну не Варда мне уж точно на финал Кубка Англии выпускать. Поэтому Лестер Сити против Манчестера Юнайтеда. Финал Кубка Англии. Поехали. Итак, Уэмбли Стэдиум. Лестер против Манчестера Юнайтеда. Финал Кубка Англии. Мы к этому шли, обыгрывав Манчестер Сити. Обыгрывав Челси, если я не ошибаюсь. Именно в Кубке Англии мы эти команды проходили. И вот Манчестер Юнайтед. Опасненькая для нас команда, которую вроде мы еще ни разу не обыграли в этом сезоне. Но вели на Олд Траффорде со счетом 2-0. Но все-таки Манчестер смог перевернуть игру под конец. И сделали ничью со счетом 2-2. А вот неплохо Варди. Здесь и Лаутаро Мартинес. И вот он как раз Джейми Варди. И это выход сейчас очень опасный. 1-0. 77-я минута Варди забивает. Очень важный для нас гол. Практически как в прошлом матче. Лиц нам тоже забили. Ничего не создавали по ходу матча. Вот это практически мы сегодня. Мы пытались обороняться как-то. Я вот сейчас думаю, что не дай бог Варди не точно. Либо там отберет 27-й номер. Ну нет, вроде все спокойненько. Получилось забить. Слава богу, Джейми Варди забивает. И все. Финальный звездок. Лестер Сити выигрывает. Кубок Англии. Это значит, что мы официально со следующего сезона можем участвовать в Лиге Европы. И несмотря на то, что даже заняли седьмую строчку в английской премьер-лиге. Но нам другая задача. Нам нужно выиграть финал Лиги Европы, чтобы участвовать сразу в Лиге Чемпионов. Ну вот хотя бы вот такой трофей у нас получилось выиграть. Болельщики ликуют наш первый трофей за Лестер Сити. Получилось выиграть Кубок Англии. Точно не заслужили мы этот трофей именно финальной игрой. Но вот то, что проходили таких соперников, как Манчестер Сити, Челси и вот Манчестер Юнайтед. Мне кажется, мы абсолютно заслужили своим характером. Ребята молодцы. Горжусь имя. Вот один-единственный удар у Джейми Варди по воротам Манчестера Юнайтеда. Все и решил. 7,5 у него оценка. Ну что же, вот такой путь был у Лестера. Мы минимально прошли Брэндфорд. Тогда с кем мы здесь еще встретились? С Нотингем Форестом сыграли в ничью. Я так понимаю, там по серии пенальти мы прошли. Прошли 2-0 Манчестер Сити, 4-1 Челси. Ну и вот в финале обыграли Манчестер Юнайтед. Что вы скажете своим футболистам? Ну это именно перед финалом Лиги Европы. Каспер Шмехель со мной на пресс-конференции. Получайте удовольствие от игры. Если я с Зенитом проиграл в финале Лиги Чемпионов против Пассажа, здесь еще и Лига Европы. Ну хотя Лестер посильнее Зенита, мне кажется. Рикардо Перейро полностью выздоровел. Лучший игрок стал Мэдисон. Кстати, в Кубке Англии вот так вот. Ну и вот наша единственная пока что победа в трофее. Ну в Кубке это вот Кубок Англии. Вырванная победа, высшая награда. Без страха и упрека. Так, ну давайте переходим к игре с ПСЖ. Посмотрим кто у нас. Будет играть Нотре Гелон. Не будет в стартовом составе. Рикардо Перейро вроде как восстановился, поэтому его мы обязательно возьмем. Ну и все. Состав в принципе менять не собираюсь. У них смотрим. Серджио Рико во-первых на воротах. Это вообще плюс для нас. Хуан Бернард, Маркинис, Керрер, Флоренци, Гуе Верати, Демария Дракфер, Мбаппе и Икарти. Ну Неймар естественно, что скорее всего выйдет во втором тайме. Но в любом случае будет нам очень опасно. И давайте все-таки капитанскую повязку отдам Варди. На всякий так случай. ПСЖ против Лестера. Поехали. Итак, мы в Голландии на стадионе Фейнорда, Де Квип. ПСЖ против Лестер-Сити. Финал Лиги Европы. Поехали. Так, а вот и провалились. А вот и провалились. И это 1-0. Пятая минута. Вы серьезно? Тут и Шмехин так провалился. И на него передачу еще. Через него прямо отдали. И все. Нам забивает Киллиан Баппе на пятой минуте. Варди отлично. Десятая там 11-ая минута. Варди делает что-то 1-1. Молодец. Сразу же буквально следующая атака. И вперед пошли и забили. Слава богу, что это получилось. Я думал, что все. Ну, хорошо, что там не на вас, а Серджио Рико на воротах. Поэтому какие-нибудь такие удары у нас могут залетать. Телеманс. Нет, не получилось. И это 2-1. Ну, ну, серьезно. Вот опять же, сказал же про эти подачи. Что что-нибудь да и залетит. Ну, и вот такая вот хрень от Эккарди. 2-1. Снова нам нужно выходить в атаку. И Телеманс 2-2. Вы просто посмотрите, что творится-то. Весы у нас сегодня, а не игра. Но, слава богу, что и сравнивать у нас получается. Вот так вот быстро, и каждую Перейра на Телеманса. Я думаю, вряд ли вообще этот удар сейчас головой пройдет. Слава богу, мы уходим в дополнительное время. Счет у нас 2-2. Побили вроде поворотом. Хотя бы для статистики. Пойдет. Вот этот самый, мне кажется, важный момент. 3-2. Какой пушечный сейчас момент от Барнса, а? 111-я минута. Вы просто посмотрите. Лучник наш здесь нашелся. Просто поймали на вот такой контратаке в одну передачу. Смотрите, все обрезали. Здесь Мбаппе там вроде проиграл верховую передачу. И Мэдисон. И первым же касанием Барнс решает пробить. И за штрафную. Хотя никто не держал. Можно было подальше пройти. Но почему-то я такое решение принял. Но по моменту отсюда, с этой камеры, кажется, что прям все логично. Дальше бы прошел, там уже бы Маркинес накрыл. А мы выходим впервые за эту встречу. Вперед. И все. Финальный свисток. Лестер-Сити выиграет финал Лиги Европы против ПСЖ. Мы дважды отыгрывались от голов Мбаппе и Икарди. Причем буквально там через 6-4 минуты. Но вот замена. То, что я сделал, заменив Лаутаро Маркинеса на Барнса. И поменял там немножечко схему. Барнс забивает. Вот. Показывает эту сцену, что не зря ты меня выпустил, Стивен Джеррер. И Стивен Джеррер забирает свой второй трофей за этот сезон. Лигу Европы. А это значит, что с следующего сезона мы участвуем в Лиге Чемпионов. К чему мы и шли. Слава Богу, у нас это получилось. Вот так вот в Голландии. Лестер-Сити становится чемпионом Лиги Европы. Обладателем этого трофея. Ну что же, кстати, по статистике ударов, то мы немножечко вперед вышли под конец игры. В Варде еще и игрок матча. Абсолютно заслуженный, я считаю. С капитанской повязкой вышел и отыграл полностью по-капитански. Гол забил. Там, я не знаю, может, и ассист еще отдал. В общем, все супер. Ну, у нас сейчас финальная игра против Кристал Пелоса. Мне кажется, уже без разницы, какую строчку мы займем. Седьмую или восьмую. Мы, главное, уже участвуем в Лиге Чемпионов. Так, тренерская там карьера. Сообщение. Это трофей нашей Лигы Европы. Отлично. Ну и все. Тут у нас через три дня. Вот игра как раз против Кристал Пелоса. Не знаю, сейчас восстановились, не восстановились мои игроки. Ну, не большинство. Выпускаю все равно Варда сейчас. Так. Ну, будет играть у меня Гомес и Орбан в старте. Вот так вот. Айозу Перес выйдет, Барнс выйдет. Давайте в два центральных полузащитника даже сыграем. Вот так вот. Ну и все. Немножко плохо все у Рикардо Перейра. Подустал, скорее всего. Поэтому вот таким составом мы выходим против Кристал Пелоса. Так сказать, борьба за седьмую строчку, чтобы ее у нас оставить. Поехали. Итак, King Power Stadium. Последняя игра в сегодняшнем выпуске, в сегодняшнем сезоне. Два трофея замечательных мы забрали под конец. Это Кубок Англии и Лигу Европы. Вот так вот замечательный финал против PSG. Самая сильнейшая, одной из команд на данный момент в мире. Ну и вот сейчас играем последний наш матч в сезоне против Кристал Пелоса. И 1-0. Вы посмотрите, я думал, такое вообще не пройдет. Варди забивает. Восьмая минута. Ну вот топовый сейчас удар. Я не понял, как он вообще пролетел. Давайте посмотрим. Во-первых, здесь не разобрались ни Телеманс, ни Прайд, кто будет первым отдавать передачу. Получилось так, что Телеманс. И вот, как-то странно. Может быть из-за того, что есть подзащитника. Но Варди забивает. По траектории был очень странный этот удар. Как будто прямо над вратарем мяч пролетел. Еще и Лаутаро Мартинес забивает. А, ну вот, вот эта парочка сейчас под конец сезона раззабивалась. 2-0 Лаутаро Мартинес и Джейми Варди сегодня у нас пока что забивают. И Варди делает дубль. 41-ая минута. Счет 3-0. Просто хорошо провожаем этот сезон. Давая понять болельщикам то, что обязательно в следующем сезоне мы поднимемся в английской премьер-лиге повыше. Постараемся выиграть Лигу чемпионов, не выиграв, наверное, английскую премьер-лигу. И 4-0. Вы просто посмотрите, что сейчас творится. А Йозе Перес еще забивает с такой позиции, с которой, ну, я думал, сейчас просто на шар ударить. Пока что почему-то у нас такие голы именно против Кристал Пелоса сейчас залетают. Еще и как Рикардо Куарежмо так перебрасывал шведкой. Ну, неплохо. И все-таки пропускаем. Ну, вот гол престижа Кристал Пелос забивает. Вард у нас просто как будто отстоял этот матч. И все. Финальный сесток. 4-1. Дубль Варди. Голы. Лаутара Мартинеса и Йозе Перезеном приносят 3 очка. Поэтому мы остаемся на седьмой строчке. Поздравляем всех с окончанием сезона. В следующем выпуске будем готовиться к второму. Трансеры. Ну, вот. Один единственный удар в створ от ЗАА. И потеряли мы победу в сухую. Ну, и Варди 8-0 у него оценка. Ну, что же. Вот так вот выглядит турнирная таблица под конец сезона. Манчестер Юнайтед как-то поднялся. Я не знаю с кем. Они там сместились. Скорее всего с Арсеналом. Я не знаю. Поднялись на четвертую строчку именно Манчестер Юнайтед. Будут участвовать в Лиге Чемпионов. Арсенал, к сожалению, не попал. Будут участвовать в Лиге Европы. Но мы в такую вот компашку здесь залетели. В одну из лучших. Смотрите. Ну, ни дать, ни взять. Мы не отыграли ни лучше, ни хуже одной из этих команд. Ни Челси, ни Манчестер Сити, Ливерпуля, МЮ, Арсенал и Тоттенхэма. Поэтому мы вот так вот на последней строчке. Зато с двумя трофеями. Все замечательно. Ну, и также вот 20 очков до первого места у нас. Итак, символическая сборная у нас. И, естественно, отсюда у нас, кстати, попал только Волтару Мартинес. Вот тогда. Я уже думал, там Джейми Варди попадет. Но нет. Алиса на воротах. Тирни, Тиаго Сильва, Ван Дайк, Трент, Александр Арнольд. Так было понятно. Парте, Луис Альберто, Канте, Дебрюйне, Агуэра. Ну, и Лаутару Мартинес. То, что Лаутару Мартинес попал в сборную сезона, для меня это больше как бы удивляет. Я думал, будет Джейми Варди. Победная серия команды Лестер Сити. Здесь что-то в борьбе закаляется характер. Телеман сможет перейти в Нью-Кассел. Ну, и, кстати, там Нью-Кассел в конце закончили. Так вот на 16 строчке вылетает Бернли, Фулхам и Весбромвич. Так, у нас сообщение. Усталость игроков, работа в клубе Сандерджуски. Ежемесячный отчет. В сборную месяц никто не попал. Лаутар Мартинес у нас теперь боец. Ниди теперь у нас трудяга. Ну, и все. Прокачались только игроки-молодежки. А, ну и Волверхэмптон. Я не помню. Они вроде давно нам еще предлагали стать главными тренерами. Но они на девятой строчке закончили. Поэтому вряд ли они там просто будут играть в английской премьер-лиге в следующем сезоне без Еврокубков. Так, Рикардо Перейро может перейти в другой клуб. Слухи пошли. Команда сползает вниз. Вот так вот мы сдали свою позицию из английской премьер-лиги. Серьезно. А то, что мы два трофея выиграли. И 30-е место мы теперь занимаем. И будем участвовать вот в Лиге Чемпионов в групповом этапе сразу. Ну, это и так было понятно. Но как так-то команда, которая выиграла Лигу Европы и Кубок Англии занимает 30-ую строчку? Ну, мы уж точно подняться должны. Либо остаться на том самом месте. Из-за того, что заняли седьмую строчку в чемпионате Англии. Ну, это как бы странно. В Тоттенхэме нам предлагают работу. О, Хиггинс еще предлагает. Ну, и нам здесь 8 миллионов еще дали. Ну, они мне там вряд ли сейчас чем-то помогут. Вот. Ну, и продление, естественно. Все, мы продлеваем контракт с Лестер-Сити. Что у нас по переговорам? Я не знаю, там хватит нам, не хватит. Нет, на Вернера нам еще до сих пор не хватает. Там 16 миллионов. Поэтому, ну, оставим этот трансфер до следующего сезона. Надеюсь, в начале у нас получится подписать Тима Вернера. Прощальный матч, который мы, естественно, играть не будем. Но посмотрим, кто там заканчивает карьеру. Так же вот так вот сделаем. Так. Ханданович, Жирков, Шкрутель, Альбиоль, Набабкин, Центикас Орла. Вот этого человека на опорнике 77-го, я не знаю. Бабель, Борхо, Валеро. Вот это тоже. Это Родригес вроде какой-то справа в полузащите. Ну и Лопес. Вон мы видим Акинфеева, Гарая, Буфона, Родригеса, Гипса, Шкулосона, Тевиза, Захависа, Риана, Робсон Кану и Лобид. Ну, то есть из таких прям вот Буфон, Ханданович, Акинфеев. Поэтому как-то так. Пропускаем, естественно, этот матч. Ну, 1-0 обыграли. Неплохо. Так, теперь Рикардо Перейро слухи здесь про переход в Челс. Ну, а мы переходим в следующий сезон. Перейдем в следующем выпуске. И поэтому, ребят, как только выйдет, наберете вы 10 лайков, сразу же выйдет у нас следующий ролик. Без разницы, если вы наберете за час, значит через час выйдет следующий ролик. Поэтому все зависит от вас. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жиданных Цельствий, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok